Шелдон Купер, гвоздь Большого Взрыва, действительно тот герой, за которым следит огромное количество зрителей, потому что он сочетает в себе невероятное человеческое обаяние, с одной стороны, с другой стороны, очень странный тип мышления. Если вы его предъявите психиатру, то он ему тут же поставит эпилептоидные расстройства, какую-то психопатию ему эпилептоидную винтит, так сказать, ну и шизоидности тоже в нем предостаточно. Такая эпилептоидная психопатия у шизоидной личности. И эпилептоидность будет у него проявляться вот этими бесконечными списками, которые он составляет, когда заселяет там кого-то к себе куда-то или вообще в принципе какие-то отношения начинает заводить. Его эпилептоидность проявляется в вот этих, что он моет руки постоянно, вот это такое как бы специфическое чистоплюйство, нездоровое, что он не может изменить место, на котором он сидит на диване, вот это такая чисто эпилептоидная вещь. Это особенность динамических стереотипов, вот эпилептоидов, они такие очень ригидные, им очень сложно перестраиваться к чему-то, адаптироваться, поэтому все поездки для него, катастрофа там единственная, кроме поезда. Но вот на поезд у него есть свой собственный динамический стереотип. И шизоидность – это, конечно, его такой эмоциональная холодность или даже, можно сказать, эмоциональная тупость. То есть он рациональный, очень логический, такой префронтально мыслящий, но такое ощущение, что у него совершенно нет эмпатии. Он такой аутистического характера, то есть ему нужно другого человека создать как интеллектуальную модель, и он с ним взаимодействует как с неким роботом, имеющим определенные программные обеспечения. И он про каждого своего участника шоу, у него есть набор определяющих характеристик, и он предсказывает поведение каждого, совершенно не вдумываясь, что на самом деле в этот момент человек чувствует. Поэтому герой этот, безусловно, создавался при участии психиатра. Исполнена роль, на мой взгляд, просто потрясающая. Ну и интересна сама механика его действий. Потому что актер, если вы посмотрите, в жизни он вовсе не такой нелепый, а в рамках шоу он действует очень специфически, замкнуто, скукоженно и так далее. Я один раз был на съемках в студии. Это приятное и запоминающееся событие. Но не знаю, насколько вам был интересен такой разбор героя художественного фильма. Если интересен, скажите, я, может, кого-нибудь вам еще поразбираю, может, варианты мне предложите.